Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем серию наших уроков на тему освящения. Стремитесь к святости, без которой никто не увидит Господа. В книге пророка Захарии, глава 3, в этой главе мы увидим еще один библейский пример, который открывает нам потребность в очищении, в искуплении, прежде чем произойдет освящение и посвящение для служения. Мы уже говорили о том, что необходимо очиститься, получить искупление, прощение наших грехов, прежде чем наша жизнь будет освящена и посвящена Господу. Процесс очищения – это процесс, когда мы отдаляемся от греха, от нечистоты этого мира. От нашей греховной природы. Мы как бы снимаем ее. И точно так же, как левиты брили свое тело от волос, так и мы посредством меча Божьего Слова обрезаем дела плоти. Мы говорим не от нашей греховной природы, желающей вовлечь нас в грех. Сегодня я хочу начать с книги пророка Захарии, 3 глава, стихи с 1 по 7. Здесь нам говорится про Иисуса, великого первосвященника. С одной стороны, он был человеком, который Бог дает хорошее свидетельство, но также мы видим, что у него были грехи, точно так же, как и каждый из нас нуждается в том, чтобы очиститься, отделиться от грехов. Я прочитаю этот отрывок с 1 по 3 стихи. Книга Захарии, 3 глава. Показал мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запрети тебе сатана, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. Итак, здесь мы видим сатану, который ищет возможность обвинить нас перед Господом, указать на все наши слабости и неудачи. И так же он поступает с Иисусом, первосвященником. Он стоит и обвиняет его, противостоит ему. И так же мы видим Иисуса, одетого в запятнанные одежды. Это одежда, испачканная самым неприятным, ужасным образом, запачканная калом. Это говорит о грехе. Грех загрязняет наши невидимые одежды. Это не значит, что его обычная одежда была испачкана. Нет, не это имеется в виду. Но точно так же, как у нас есть одежды праведности, невидимые нашему физическому взгляду, как сказано, что Господь одевает нас в одежды праведности и в ризы спасения. Так же и невидимые одежды, когда человек ходит в грехе, они полны нечистоты, которая видна Богу. Именно в таком виде стоит Иисус, первосвященник в этом видении пророка Захарии. И дальше, в четвертом стихе, мы видим, что грех был удален от него. Мы видим очищение и искупление. Эти две вещи взаимосвязаны друг с другом. Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». Это созвучно тому, как левиты снимали одежду свою и стирали ее. «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою». Когда он говорит так, то это указывает на искупление, на грех, который был удален. Грех, как и все грехи, которые мы совершили, могут быть удалены только в том случае, если есть жертва за грех. Когда есть кровь, которая была пролита для искупления. Кровь жертвы, которая искупляет. Так написано нам в книге Левиз, что кровь душу очищает. Я назначил ее вам для жертвенника. Так необходима жертва за грех. И когда он говорит, смотри, я снял с тебя вину твою, это указывает на искупление. И облекает тебя в одежды торжественные. Это значит, я одеваю тебя в одежды праведности и спасения. Так в четвертом стихе мы видим этот процесс. В пятом стихе мы видим, что теперь он очищен и чист. И сказал, возложите на голову чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его, облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Вот мы видим процесс очищения. Он очищен, даны чистые одежды. Запятнанные одежды сняли, облекли в чистую одежду. Теперь он очищен и искуплен. И только после этого может произойти посвящение на служение. Стихи 6 и 7. И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу. Так говорит Господь Саваоф. Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже мое, то будешь судить дом мой, наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Так после того, как ты прошел через все это, после того, как нечистота твоя была удалена, ты был одет в чистые одежды, грех был удален, теперь ты можешь стоять и служить мне. Мы видим, что есть также условия. Сказано, ты будешь продолжать ходить путями моими, Божьими путями, слушать законы мои. Вот мы видим посвящение на служение. Ты будешь наблюдать за дворами моими. Просвященник, он тот, кто служил в храме. И так снова нам тут дан прообраз духовной реальности, духовного процесса, через который каждый из нас проходит. Давайте помнить, что Бог сделан нас царственным свеществом, народом святым. Что мы приносим в жертву Богу? Наше служение, нашу жизнь в качестве жертвы, живой, святой, благоугодной Богу, как сказано в послании к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Также мы приносим в жертву уст нашей молитвы, которая возносится как фимиам пред Божьим престолом. Все то, что было в Скинии собрания, а потом и в храме Соломона, все это служило прообразом настоящих вещей, которых Бог желает. Он желает наше сердце, нашу жизнь. И теперь мы продолжаем читать послание Ефесянам, глава 4. Это отрывок, которым говорится про освящение, о том, чтобы отложить образ ветхого человека. Как это применимо к нашей жизни? Мы читаем в послании Ефесянам, 4 глава, стихи с 22 по 24. Я даже начну читать с 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Итак, каждый из нас, когда оставляет этот мир, когда приходит к вере, то мы призваны не продолжать ходить этими путями, путями мира, которыми мы некогда ходили. Теперь читаем в 20 стихе. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». И вот теперь основное. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Итак, это первая стадия, когда я ухожу от своих прежних путей, откладываю свой прежний образ жизни, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Мы снимаем нечистые одежды, ложь, обольщение. Когда мы не говорили правды, злились, может быть, гордились, может быть, ревновали, завидовали, все, что исходит от греховной природы. Мы призваны оставить эти пути, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Все эти похоти, они ведут человека в погибель. Дьявол представляет это таким образом. Тебе будет весело, ты будешь богатым, известным, ты будешь моделью, ты будешь актером. Сколько актеров покончили жизнь самоубийством? Сколько этих известных, популярных людей принимают наркотики? Сколько из них ведут распутный образ жизни? Сколько из них разведены? Женятся и разводятся. Женятся и снова разводятся. Это ложь сатаны. Обольстительные похоти. Люди впадают в них снова и снова. Продолжают стремиться ко всему этому злу, которое в результате несет с собой лишь смерть, никакого благословения. И дальше здесь говорится, обновиться духом ума вашего. Видите, вы одеваете в себя нового человека, обновляйтесь духом ума вашего, обновляйте образ мышления. Мы обновляемся во всем, что привлекает нас. Когда-то мы собирали для себя все, что попадалось нам на пути, жизненные принципы. Все так делают, значит, и я так делаю. Но сейчас я обновляюсь, я читаю Божье Слово. Я собираюсь поступать в соответствии с тем, что Бог говорит, не в соответствии с тем, что говорят другие люди, не то, что говорит религия, не то, что говорят традиции, то, что говорит Бог в Слове. Так я хочу жить. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Видите, снова здесь говорится слова праведности и святости истины. Мы облекаемся в нового человека, теперь мы святы, когда оставили все, очистились, обрели искупление и прощение. В данном отрывке на этом не делайте ударение. Мы обрели искупление, теперь облекаемся в нового человека, теперь мы освящены для Бога. Это процесс освящения. Моя жизнь посвящена Богу. И дальше в этой главе нам даются подробности о том, что, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь не согрешаете, солнце не зайдет во гневе вашем. И дальше целый список того, что делать и что не делать, как себя надо вести. Мы призваны прощать, молиться, любить, быть гостеприимными. Во всем этом мы хотим освящаться и посвящать свою жизнь Богу. Пусть Господь поможет всем нам, потому что Он верен, Он Бог, который совершит, и мы должны выполнять свою часть так же. Благословенного вам дня, мир вам!